Подзаголовок 6.15 Как тшува человека, так и великая космическая тшува мироздания возвращают всё сущее к его истинной сущности, к единению с Божественным. Взаимозависимость между тшувой индивидуума и тем, что Раф Кук называет «великой космической тшувой», соответствует их общей цели, «возвращению к своей истинной сущности». Исходное буквальное значение слова «тшува» — «возвращение». И действительно, тшува возвращает человека к самому себе, к корню его индивидуальной души. Истинное «я» человека по природе своей всегда добро. Однако, погружаясь в грехи, человек отступается от своей природы. «Делая же тшуву, он возвращается к ней». Также и «общая тшува всего мира» приводит к исцелению всего бытия, недуг которого происходит всегда из-за того, что мироздание «забывает себя» — «забывает свою истинную природу». Сноска. Смотри об этом также отрывок в поисках собственного «я» в разделе «Диодин» настоящего сборника. Третий дневник, параграф 24. Конец сноски. «Эта истинная исходная индивидуальность и сущность мироздания, та самая, о которой мир «забывает» — есть единение мира с его божественным корнем». Цитата. «Посредством тшувы всё возвращается к божественному истоку. Посредством силы тшувы, которая властвует во всех мирах, мироздание возвращается и действительно присоединяется к божественному совершенству». Конец цитаты. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ